Мои прадедушки и прабабушки Хусаин и Минхаят Аби У них было пять детей Лукман, Хаят, Минджан, Хаким и Маннур Маннур это мой родной дедушка А его родной брат Хаким Который был участником Великой Отечественной войны Автобиография ветерана Великой Отечественной войны проста Служба в Красной Армии, война, работа на благо Отечества А вот характеристика, данная ему начальником штаба После победы советского народа над фашистскими захвачками В своем роде необычная На пожелтевшем от времени и стертом листе бумаги Ровным красивым почерком написано Боец-партизан партизанского отряда имени Ворошилова Соединение отрядов, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Федорова Булатов Хаким Хусаинович участвовал во многих боях С 27 февраля 1942 года против немецко-фашистских захватчиков и их слуг Показал себя как стойкий и смелый боец-партизан, дисциплинирован, тактичен в поведении За боевую деятельность командование отряда представила товарища Булатова Хакиму Хусаиновича К правительственной награде медали «Партизан Отечественной войны 2-й степени» Боец участвовал в 11 боях, им было ликвидировано 37 немецких захватчиков Принимал участие в подрыве пяти вражеских эшелонов, нескольких сладов с боеприпасами Даже по прошествии множества лет мирной жизни Все равно в его памяти остался след отголоски войны И он со слезами на глазах вспоминал эти страшные годы В тот день, когда началась война, они были на учениях, на тактических учениях В рядах Красной Армии на территории Жентомирской области И они увидели летящие самолеты немецкие Началась стрельба, взрывы Все разбежались кто куда, кто куда успел Многие так и остались лежать на украинской земле Был дан приказ выбираться, кто как сможет, по линии фронта И родной брат моего деда, Хаким Хусайнович, пытал счастье три раза Но у него не получилось И тогда он начал пробираться вдоль линии фронта по лесам По территории, захваченной оккупантами Ближе к зиме он добрался до деревни Кожановки В то время уже в деревне ходили слухи о существовании партизанских отрядов Он тоже нашел своих, встретил однополчан Они вместе были в партизанских отрядах Находили своих, они беспощадно громили врага Подрывали эшелоны, перебирались Постоянно меняли место локаций Иногда даже не успевали копать землянки Ночевали, спали на земле, обняв автоматы Грелись возле костров, не было еды После войны он жил в деревне, в селе Баширово Потом он с семьей переехал в село Каменный Монгулова А позже они переехали в село Сарманай Шарлыкского района Оренбургской области Там родной брат деда Хаким Бабай и умер в 1996 году Мне от моего дедушки остался такой памятный подарок Гармошка саратовская, она до сих пор у нас дома Уже у нас в квартире, как память, такая семейная реликвия И мои детки тоже иногда берут эту гармошку и что-то наигрывает Это память, память, которую мы храним И будем помнить многие-многие годы И передавать эту память, это достояние нашим детям Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!